Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свой обзор томатов, которые входят в мой каталог. В предыдущем видеоролике я рассказывала вам о сорте демидов, которые посажены вот там идет полоса. Сейчас я познакомлю вас с замечательным сортом Настенька. Вы, кто смотрел мои видеоролики, видели, я всю весну вам его показывала, как он рос, как он спел этот сорт. Вот все они, Настеньки висят у меня. И вот представитель сорта Настенька. Это очень молодой сорт. Он был выведен меньше 10 лет назад. И всего 5 лет назад он был внесен в госреест в 2012 году. Но за этот короткий срок он стал популярным среди огородников. А у многих, и у меня в том числе, стал любимым сортом. Вы, наверное, заметили, больше всего фотографий у меня Настеньки. За что он так полюбился нашим садоводам? Вот посмотрите сами. Разве в эти томаты можно не влюбиться? Сейчас еще ранние-ранние сроки, но уже вся Настенька у меня облеплена спеланными плодами. И плоды такие аппетитные. Вот особенно кисть. Такие хорошие, большие, розово-насыщенно-ярко-розового цвета. В Настеньке сочетается прекрасный внешний вид и превосходный нежнейший вкус. Кроме этого, этот сорт томата очень выносливый. Он выносит большие перепады температур и может пережить продолжительные периоды пониженной температуры. Это делает его пригодным для выращивания во всех регионах нашей страны. Настенька наша прижилась и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Ее выращивают на Урале, в Приморье. Сорт хорошо растет как в теплицах, так и в открытом грунте. Вот именно этот сорт, Настенька, вы, наверное, видели, что я выращивала весной в тоннелях. Вместе с Демидовым, Алтайским сюрпризом и Жаростойким. Все эти сорта пережили морозы в минус 4 градуса всего под двумя укрывными пленками. Вот этот сладкий розовый плод сердцевидной формы с высоким содержанием сахара стал настоящим подарком для любителей розовых томатов. Масса плодов Настеньки при благоприятных условиях выращивания может достигать 300 граммов. Я не знаю, вот сколько это весит, но 200 с чем-то точно весит. Хотя она росла в неблагоприятных условиях. Весной тут было очень холодно, во-первых, долго она томилась у меня дома в рассаде без света солнечного, но все равно хорошие плоды. Сорт подходит для салатов и всех видов переработки. Соки, суповые заправки, консервирование. Все везде может пойти Настенька. Большим достоинством сорта является его детерминатность и возможность выращивания без посынкования. Куст высотой от 50 до 70 сантиметров достигает определенной высоты и сам прекращает рост, вершкуется. Вот эти вот кусты у меня все выросли, они закончили здесь свой рост. Сейчас вот эти кисти завяжутся, нальются молодые и все, не надо его прищипывать. Для увеличения массы плодов этот сорт все-таки можно выращивать с посынкованием, но вообще он идет и как сорт не посынкующийся. Пасынки вырастают совсем крошечные, они нам не мешают. Но если пасынки и нижние листья удалять, то масса плодов увеличивается. Еще одно достоинство этого сорта, его высокая сопротивляемость болезням, он устойчив к фитофторе. Так как сорт Настенька является раннеспелым, он успевает просто-напросто отдать урожай до наступления периода массовых заболеваний томатов. Особо хочется отметить о высокой урожайности данного сорта. При благоприятных погодных условиях и правильном уходе урожай достигает до 12 килограммов с квадратного метра. Это очень хороший показатель урожайности для низкорослых томатов. Вот у меня даже при неблагоприятных условиях, вы видите, что томатов очень много на кустиках. Они почти все, которые цвели, все у меня завязались. Настеньки нынче будет у меня много. Вот этот сорт Настенька стоит у меня в каталоге семян на продажу под номером 2. Тот, кто ни разу не выращивал этот урожайный, неприхотливый, но вкусный и красивый сорт, может заказать у меня семена на будущий сезон. Ну и как обычно обзор свой закончу приглашением. Если хотите прочитать подробные описания всех сортов, заходите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, город Бейск, Алтайский край. У меня на странице размещена статья «Как заказать семена». Там все подробно описано о заказе семян, об их стоимости, о пересылке, сроках заказов. Прочитайте внимательно, если хотите сделать заказ. Кроме сорта Настенька будет предложено еще 99 сортов томатов, испытанных в сибирском регионе. И томаты гиганты, и томаты карлики, черри желтые, черри красные, черри синие, очаровательные пальчиковые сорта разных расцветок. Все сорта в течение лета я буду подробно описывать в статьях и снимать на видео. Если хотите получать статьи, добавляйтесь в друзья. Я всем рассылаю свои видеоматериалы и все свои заметки. Все, до свидания. Следующий сорт будет или Алтайский сюрприз, или какой-нибудь скороспелый. Следите за моими видео. Теперь каждый день буду выкладывать видеообзоры. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Всем хороших урожаев. Пантюша, пошли домой.